Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил в Нижнем Новгороде храм в честь иконы Божьей Матери и Умиления. По словам архипастрии, это позволило подвести итог трудам и заботам об устроении Дома Божия в святом месте молитовка. Теперь у жителей микрорайона появилась возможность приходить на богослужение не в тесный вагончик, а в благолепный святой храм, который поможет найти дорогу к Богу, расти детей в вере, сохранить мир в семьях. В праздничные дни Крещения Господня в Новый Храм прибыла на поклонение Великая Святыня Ковчег с частицей Животворящего Креста и частицами мощей святителя Николая Чудотворца Иоанна Предтечи. Некогда на месте этого современного микрорайона города находилось старинное село Молитовка. Существует предание, что раньше здесь было кладбище, на котором хоронили умерших в пути бурлаков. Их товарищи, волоча по берегу Волги тяжелые баржи, по обычаям тех времен останавливались и шли в кладбищенскую церковь молиться. Городостроительный проект 1935 года решил судьбу древнего храма и кладбища. На их месте был построен новый спальный район города, и до недавнего времени в Молитовке не было ни единой церкви. Первый день 2013 года здесь был освящен храм в честь иконы Божьей Матери Умиления. Сказать, что его просто ждали, значит ничего не сказать. В Карповку ездил и в певчих стоял, и все. А сейчас ослабело 84 года. А она вот что мне предоставила. А как мне, я и ночью все сплю, и лежу, и все благодарю. Владычица, я благодарю тебя. Такое прибежище дала нам. Так ждали этого храма. Это вот прям, знаете, как глоток свежей воды в нашем микрорайоне. И все дети, которые живут здесь рядом, мы все всегда приходим и всегда причащаемся на все праздники. Здесь очень хорошая атмосфера. Нас здесь всех любят. Если кто-то чего-то не знает, всегда помогут. В праздничные дни крещения Господня в храм прибыла на поклонение Великая Святыня. Ковчег с частицей Животворящего Креста и частицами мощей святителя и чудотворца Николая и Иоанна Предтечи. Поклоняюсь, оба честней, главе твоей молимся, избави нас от страсти и бесчестия, да в чистом сердце мы усты поем. Аллилуйя. Ковчег с мощами – это главная святыня храма Рождества Пресвятой Богородицы в Катунках. По преданию, он был привезен одним из жителей села со святой горы Афон в XVIII веке. Долгое время ковчег хранился в одном из катунских храмов. Он чудом уцелел во время затопления катунок при строительстве Горьковской гидроэлектростанции. Впервые этот ковчег в XVIII веке прибыл, посетил наш город. И честь принятия его была предоставлена нашему храму. Вот такая милость и для нас, и для жителей города Нижнего Новгорода. Ковчег с частицей Животворящего Креста, частицей мощей святителя, чудотворца Николая и крестителя Господня Иоанна Претечи, пробудет в молитовском храме до 10 февраля. Перед святыней ежедневно в 11 и в 17 часов будут совершаться службы с чтением Акафиста. За это время каждый желающий сможет вознести свои молитвы перед этой святыней.